День 1887. Алекс на связи. До того, как у Яндекса появился отдельный компонент «Умный дом». Автоматизацию делали через навыки. Я тоже изначально так и сделал. Для этого нужно иметь свой внешний хостинг. Еще на нем должен быть установлен сертификат для интеграции с экосистемой Яндекса. Это стоит больших денег. Но есть возможность получать эти сертификаты на бесплатных сайтах. Но сейчас для некоторых доменов это не доступно. И сам сертификат давался раньше на 3 месяца. Но при этом можно было много раз получать его. Потом сделали так, что сертификаты можно получить только 3 раза. Но приходилось просто менять учетную запись на этом сервере. И получать еще возможность получить таких 3 сертификата. Хватало всего на 9 месяцев. Это не очень удобно. Но по крайней мере я все равно этим пользовался. И сейчас тоже я просто поменял домены. Которые позволяют эти сертификаты получить и установить. И таким образом продолжаю такую интеграцию с Яндексом использовать. После того, как такой обычный навык создается. То в нем можно разные обработки сделать. Например, он не умеет автоматические действия совершать. Розетками управлять. Какими-то датчики считывать. То есть это не умный дом. А это навык обычный. Но это тоже дает некоторые интересные вещи. Которые можно сделать с помощью таких навыков. В приложении умный дом от Яндекса. Или как раньше еще через отдельный браузер Яндекс. Можно было обращаться к голосовому ассистенту. Или потом, когда появились умные колонки. Через них можно обращаться. И просить там запустить определенный навык. И тогда будет в этот навык передаваться все события. То есть если, например, там что-то говоришь. То это не обрабатывается на серверах Яндекса. Каким-то хитрым образом. Там предварительно идет разбор. То есть выделяются какие-то базовые вещи. Отдельные слова. Но дальше это все равно отправляется уже в виде текста. В этот навык. И нужно на каком-то отдельном сервере. Например, у меня на хостинге это сделано. В отдельных скриптах я делал это на PHP. Просто делается разбор этих слов. Там ищутся ключевые фразы разные. Ну и какой-то ответ пользователю возвращается. То есть такой интересный. Ну такой режим работы позволяет взять довольно интересное. Разное приложение. Я сделал сначала, когда не было умного дома. Таким образом просто распознавал. Если в тексте, который мне приходит. Ну по сути это команда. Например, включи свет. Я видел слова включи и свет. То соответственно. Ну там еще и какую-то комнату в спальне. То у меня там автоматически и дальше продлялась в систему дома. Команда включить свет в спальне. Ну и также и выключить. Такие простые вещи. Действительно можно было разобрать на уровне такого скрипта. Но какие-то более сложные команды. Например, можно сказать как-то по-другому. Включи лампу и еще что-то. Это нужно было все отдельно прописывать. То есть это довольно так проблематично. Ну и сама интеграция. То есть если это у меня какой-то хостинг. Ну я использую например внешний. То в систему новодома конечно довольно сложно передать данные. Но потом я нашел способ как это можно сделать. Потому что у меня сервер он находится в закрытой сети внутренней. То есть у него нет белого адреса внешнего. И конечно я не мог какой-то запрос отправить. С этого внешнего хостинга. Еще была такая раньше возможность через ИФТТТ. Это отдельный такой сервис был. На котором можно там разные вебхудки делать. И соответственно по ссылке определенной по адресу. То можно разные команды в разные системы было отдавать. Ну потом на этом сервисе отключили во-первых интеграцию с OpenHub. Я которую использовал для связи тоже с умным домом. И управлением умным домом сначала. Ну а потом сделали ограничение. Что бесплатная версия только 3 правила можно сделать. Там можно некоторые эти способы как обойти эти 3 правила. То есть передавать в команде параметры разные. До 5 параметров можно это делать. И тогда это будет обрабатываться по разному. Но это тоже неудобно. Я в итоге от такого сервиса отказался. Но нашел решение. Что для того чтобы у меня сервер умного дома мог с внешним хостингом взаимодействовать. Я начал использовать такой запрос. Это long pooling. То есть у меня сервер обращается к внешнему хостингу. А там сайт не отправляет информацию. Пока не придет какое-то значение. Ну там в случае от навыка Яндекса. Либо там просто по тайм ауту. Через несколько там секунд. Он сам автоматически его вернет значение. Что ничего не пришло. И дальше сервер снова перезапрашивает. То есть таким образом взаимодействие. Оно сильно ускорилось. То есть ничего системы не ждет. Но так работают практически все Wi-Fi устройства. По такому режиму. Это нормальная такая схема. То есть она вполне рабочая. Сначала я использовал навыки от Яндекса. И с помощью обработки на сайте какие-то команды возвращал. Или управлял дома. Но потом я все эти действия перенес на сторону своего сервера. Поскольку я мог туда передать команду. Очень быстро обработать и вернуть обратно. У Яндекса есть там ограничение. Что нужно в течение 5 секунд вернуть ответ. Но на самом деле это вполне достаточно. Для того чтобы там корректно как-то среагировать и обработать. И потом думал можно сделать какие-нибудь другие навыки. И начал там развивать разные интересные вещи. Попробовал сделать навык. Для управления корзиной покупок. То есть я мог запустить этот навык. Как сказать там попросить его добавить. К покупкам какие-то отдельные продукты. Но была конечно сложность. Что их надо было добавлять поштучно. Иначе просто я не мог разобрать как отдельными. Какими-то компонентами. Например если я говорю купить красных яблок. То очень сложно определить что красных это не отдельный продукт. А это вместе с яблоками идет. Это уже нужен какой-то такой разбор. Более умный. Но у меня записывалось это как отдельная позиция. Потом там если я что-то купил. То я мог попросить этот навык убрать. Красные яблоки. И соответственно это тоже обрабатывалось. Ну единственное там нужно было так. Чтобы команда на добавление и удаление. Именно название самого продукта. Оно всегда было в одном падеже. Чтобы легко было это просто по совпадению слов найти. Ну таким образом я там мог в этот навык обращаться. Он добавлял мне в картину все нужные продукты. Если я все купил. Я говорю все купил. У меня он отключался. И удалял все значения. Это тоже в принципе так довольно удобно. Ну и дальше я думал как это развить. Еще сделал интеграцию с Telegram ботом. Для того чтобы можно было туда отправлять эти значения. Это не способ конечно сделать. Если это уже у меня на сервере умного дома обрабатывается. То есть в принципе я мог и просматривать у себя локально. Единственное что я хранил сам список покупок на внешнем хостинге. Это конечно очень хитрая схема. Но по идее можно какой-нибудь локальный файл записывать. И тогда легко будет это обрабатывать в любых скриптах. Ну и сейчас тоже есть в разных системах такие возможности. Есть в Яндексе отдельно. Возможность для сведения корзины покупок. Ну не знаю насколько это удобно. Но в общем это тоже можно делать. Ну и в Home Assistant тоже есть такая вещь как список покупок. Но я попробовал. Он мне не очень понравился как работает. То есть это просто список. У него нет какой-то особой автоматизации. Сейчас есть возможность в Home Assistant с помощью голоса какие-то выполнять команды. Но я еще там не посмотрел что они могут. Например в OpenHub когда я использовал. Там нормально можно было так делать. То есть там тоже есть такой значок микрофона. Его нажимаешь дальше. И просто говоришь там любые команды. Либо управление освещением. Или там какими-то устройствами умного дома. Либо просто какую-то фразу. Дальше это в один компонент. Ну он в OpenHub называется Voice. Туда попадает это значение. В виде текста. И дальше уже можно в правиле в OpenHub. Или в внешнем каком-то скрипте работать. И соответственно там делать действия. Я так тоже делал. Что с помощью этой кнопки. В приложении OpenHub. Я мог либо включать свет. Выключать свет. Разные правила. Ну и также мог в эту корзину покупок. Добавлять разные товары. Которые мне нужно купить. В принципе это тоже так довольно несложно было сделать. Ну у меня вообще один скрипт на все. Он там и обрабатывался. Этот голосовой скрипт. Он и в Telegram был подключен. Вот то есть я если я просто в Telegram пишу. То фактически у меня запускался этот тоже скрипт. И если мне надо например. Добавить список покупок что-то. То я мог в Telegram добавить какой-то продукт. И он мне также добавляется. Как будто бы я сказал это голосом. То есть если все преобразовывать в текст. То вообще проблем гораздо меньше становится. С дальнейшей обработкой. То есть. И это хорошо. Что там эти системы не возвращают. Просто в виде какого-то там звукового файла. Раньше тоже так делали. Но это не очень удобно. А когда уже готовый текст приходит. При этом еще распознавание вполне неплохо сделано. То есть там действительно хорошо понимает. Потому что используется либо. Ну у меня там на телефоне Samsung используется. Там у них встроенная распознавалка. Либо от Google используется. Ну это чаще всего. И там в принципе нормально все. Распознается. Любая фраза. То есть никаких там каких-то сложностей не возникает. Ну и дальше уже. Это можно тоже в системе моего дома. Разным способом обработать. И выполнить какие-то действия. Ну и также сейчас есть такая возможность. Что можно колонку Яндекса тоже привязать в Telegram. Бот. И в принципе тоже получается такая же примерно функция. Что если что-то можно сделать на колонке. Как-то голосом там. Какое-то действие. Там список покупок добавить. Или там. Что-то включить и выключить. То также через Telegram. Можно написать просто текстом. И это выполнится. Ну и часто конечно. Я тоже использовал такую функцию. Что в том же Telegram. Бот. Или в любом другом приложении. Можно нажать микрофон. Но при этом. Который около клавиатуры находится. И тогда. И когда говоришь. Он не голосом отправляет. А прямо. Сразу преобразовывает. Речь в текст. Это очень удобно. То есть. Таким образом. Можно в принципе. Гораздо проще читать. И если это в систему. Умного дома. Отправляться будет. Через Telegram. Будет информация. То практически. Это можно там. Легко обработать. И выполнить. Какое-то действие. В Умном доме.